Наверняка читатели форума МСК запомнили историю таджикского оппозиционера Умарали Куватова, который, как нам казалось, представляет демократическую альтернативу нынешнему режиму, уже бессменного таджикского президента Рахмона, который раньше был Рахмонов, который пришел к власти, в общем-то, на русских штыках, и который, к сожалению, не оправдал наших ожиданий, но наши ожидания не оправдались и в другом. Судьба Умарали Куватова оказалась трагической. Вчера состоялся процесс в отношении лидера таджикской оппозиции, группы 24 Умарали Куватова. Который взял на себя смелость обвинить правительство Рахмона, президента Рахмона, в том, что оно коррупционно, в том, что оно насквозь прогнило, в том, что оно не отстаивает свои интересы, интересы своей нации, своего народа. Власть пошла не в сторону демократии и не в сторону социальной политики государства. Она ушла в систему кланово-семейного бизнеса. Но и в то же время она принесла в Таджикистан такие вещи, как страшную коррупцию. Почему вдруг бизнесмен, предприниматель, успешный, который занимался созданием рабочих мест, стал вдруг оппозиционером? Что случилось? Что могло произойти? Очень просто. То есть до тех пор, пока к нему не пришли представители семьи, в частности Шумсула Сахибов, и сказал, дорогой друг, продай-ка мне свой бизнес. Он говорит, как? Простите, вот так. А потом, более того, сказал, ты не просто продай, ты мне его отдай, подари. Ну ты же брат-учредитель, и мы с тобой будем, вот твоя доля, вот моя доля, и мы будем с тобой равны. После того, как Умаралей Куватов отказался, у него просто его отняли. 23 декабря мы с Умаралей Куватовым поехали в Эмираты для поведения переговоров по вопросам взаимодействия. На КПП пограничного контроля в Эмиратах он был задержан. Я должен сказать, что та схема, которая использовалась в качестве предъявления обвинения, она, в общем-то, типовая для пространства СНГ. То есть вы должны понимать, что сегодня это бизнесмен, что сегодня требуется отнять у него бизнес, что сегодня требуется пристроить своих родственников, что сегодня требуется сесть на тот ручеек денег, бензина, нефти, который существует, и нужно породить себе любимому. Но завтра, уважаемые зрители, придут за вами, и это будет уже ваша личная персональная история. Вчера в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эмирате Дубай, состоялся суд над Умаралей Куватовым. Последний, который должен был поставить точки в этом процессе. Суд странный, сразу скажу, закрытый, на которого не было допущено господин Куватов, ни его защитник, ничего. Суд, руководствуясь какими-то высшими, мне трудно назвать целями, просто приговорил его к экстрадиции. Вот просто. Несмотря на то, что мы очевидим, мы видим о том, что это ангажированный, это мотивированный политический процесс, судья сказал, нет экстрадировать. Несмотря на то, что существует масса обращений от общественных международных организаций, правозащитных, дипломатических посольств, которые говорят, что нет, господин Куватов отстаивает права своего народа. Господин Куватов справедливо критикует режим Рахмона, потому что он является антидемократическим, антиконституционным по своей сути. Тем не менее, судья принимает решение отправить человека на верную гибель. А мы все понимаем, что отправив господина Куватова в Таджикистан, даже для проведения открытого, гласного, с точки зрения господина Рахмона процесса, это будет узаконенное государственным убийство. Мы можем предположить, что процесс носит явно коррупционный характер, явно заказной. Нам точно известно, что, к примеру, после ареста господина Куватова в Эмираты приезжал министр внутренних дел Таджикистана и встречался со своим коллегой. Я могу предположить, что они купались, хотя был не сезон. Может быть, они совершали шопинг, может быть, это был деловой визит. Но после этого процесс по господину Куватову вступил в совершенно иную фазу. То есть, он стал более закрытым. К нему перестали пускать кого-либо. Наш адвокат, который должен был постоянно контролировать этот процесс, не был никоим образом не осведомлен о ходе, не мог подать ходатайство, апелляции и так далее. Смотрите, что происходит. Вчера состоялось последнее судебное заседание. Суд приговорил его фактически к казни. У нас есть некоторое время для того, чтобы остановить это политическое, ангажированное дело в отношении Морелия Куватова. Мы призываем всех людей, всех глав дипломатических представителей, всех тех, кому неравнодушны идеалы демократии, подписаться под тем, чтобы господин Куватов был освобожден. Мы не должны потакать государствам, которые казнят своих граждан только за то, что они имеют право высказать свои мысли, не согласны с основным мнением господина президента. Это наше кредо, и мы должны понимать, что только таким образом мы придем с вами к свободе. Спасибо. К сожалению, история с Мореликой Куватовым – это не история отдельного человека, это не история отдельной группы, и это даже не история одного постсоветского государства. Это ситуация, это история, которая касается практически всего СНГ. Мы присутствуем при окончании истории России в Центральной Азии, в Закавказье, в Восточной Европе. Россия уходит из Центральной Азии. Причем уходит в виде такого добровольного предательства самой себя. У нас много визгов о том, что на нас напали орды таджикских дворников, понимаете ли, подметают тут, что-то так вот не так говорят, и надо закрыть им визы, вернее, надо открыть для них визы, надо закрыть им въезд в Россию, надо отменить поезда из Таджикистана. Причем почему-то в этом сходятся не только ура-патриоты, но в этом сходятся и либералы, и левые. Как-то вот у всех одна мысль в голове. Как бы нам побыстрее потерять полностью свое влияние в Центральной Азии? Не надо забывать, что Таджикистан – это единственная на сегодня страна, где стоит российская военная база. Это та страна, которая связана сегодня, еще пока, с Россией очень тесно. Это даже в какой-то степени зависимый режим. Но в свете последних событий президент Эмамали Рахмон и его окружение уже нашли себя другого хозяина. Они уже прекрасно воспринимаются в Лондоне, они уже прекрасно воспринимаются в Брюсселе, и все хуже в Москве. Москва говорит, вы нам не нужны, уходите. А Лондон и Брюссель говорит, приходите к нам. И президент Эмамали Рахмон, какой он президент, он уже 20 лет как работает диктатором, абсолютно восточная деспотия, на самом деле, устроенная не только в Таджикистане, но и в других республиках Центральной Азии. Он под аплодисменты российской политизированной публики сегодня сдаёт Таджикистан другому геополитическому игроку. Что такое сдача Куватова? Что такое арест Абдумалика Абдулла Джонова, бывшего премьер-министра? Что такое покушение на убийство Сатари и других оппозиционеров? Это ликвидация альтернативы, которую Россия, опомнившись, может использовать против Эмамали Рахмона. И он с ведомой согласия Кремля, с ведомой согласия Лондона, с ведомой согласия Вашингтона, зачищает то самое пространство оппозиционное, которое может потенциально представлять для него опасность. А Россия помогает ему предать наши общие интересы. И за что, я думаю, в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне кремлёвским чиновникам будет сказано большое-пребольшое спасибо. И, может быть, им позволят сохранить уворованные у народа России деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова